Вне зависимости от того, состоите вы в браке или нет, расставание может быть процессом сложным и не только в эмоциональном отношении. Очень важно обратить внимание на юридические тонкости этого процесса, особенно если вы не состоите в браке, а просто совместно проживаете. Если вы снимаете квартиру, первое, на что нужно обратить внимание, это ваш нотис период. Вы не можете съезжать с квартиры до начала действия этого нотис период. Следующее, на что обратить внимание, это то, кто конкретно является жильцом в квартире или тенантом. Если оба человека являются жильцами, стоит обратить внимание на то, как составлен ваш контракт. Если оба имени вписаны в этот контракт, то вы оба будете за него ответственны. Если только один из вас съезжает и другой человек остается, то необходимо сделать этот контракт по новой, подписать совершенно новый контракт. Также, что важно помнить, что если только один из вас сообщает вашему хозяину о том, что вы съезжаете, то это будет распространяться на обоих. В случае, если вы приобрели жилье, многое будет зависеть от того, женаты вы или нет. Если вы женаты, тогда вопрос о разделе имущества будет решаться в контексте вашего договора о разделе имущества. Если вы не женаты, тогда вам нужно будет решить, как вы будете разделять имущество. Возможно, один из вас останется в доме, другой уедет. В этом случае человек, который выезжает, будет продавать или переводить свой интерес в этом доме другому человеку. Тот человек, который приобретает этот интерес или share в этом доме, ему необходимо будет заплатить государственный налог, который называется stamp duty. Если у вас взято суда из банка под залог этого имущества, вам необходимо будет договориться с банком, который вам давал заем о новом договоре на эту суда. Если такой договор невозможен, то вам придется искать новый банк или провайдер, который согласил себе вам сделать такой контракт. В случае, если это тоже невозможно, вам придется продать этот дом.